Нам удалось встретиться с родственниками и знакомыми человека, который с помощью бритвенных лезвий решил изменить себе пол. Напомню, 37-летний Евгений Сапаев считает себя ошибкой природы, женщиной в теле мужчины. Но денег на дорогостоящую операцию по смене пола у него нет, потому он решил сделать все сам. И сделал. С огромной потерей крови его привезли в больницу и остановили кровотечение. Там шов. Конечно, очень больно. Ну, того стоило. Для меня это противный орган, но не мой. Лезвий. Вот они. Пакетик лезвий спутника. Было закачано 10 ампул лидокаина. С хирурги сами в шоке. Удомо сделать и с такой потерей крови еще остаться в живых. Учебники пришлось читать по анестезии, по гнойной хирургии, госпитальной хирургии, немножко в интернете информацию. Доделывали все же в больницах. Не дома же. Дома была начата. Произведена хирургическая коррекция анатомических половых признаков. То есть сменопол уже как бы произведена формально. Как выяснилось, Евгений Сапаев рос без родителей. Воспитывала его одна бабушка. И она, и его знакомые, произошедшему, удивились не сильно. Да он мне ничего не говорил. Я сама, мне уже в медпункте сказала сестра. Евгений скоро будет девочка. Я говорю, почему? Он, у него, говорит, перерождение. Мужской полк перерождается в женский. Был мальчик, а сейчас девочка, так я не знаю как. Что я могу сказать? Все обрезано. Вся пипка, вместо пипки стала писька. Конечно, извините меня. Видно, никто не любил. Сейчас любят бойких, да денежных. А он не больно бойкий. У него друзей вообще почти не было. Он скрытный был. Он стрижку носил под девочку. Он так крашится, по-женски девается. На одну девку он похож. В одна девка. Прям девка бы была. Нет, он на парня похож. Он все наблюдал, ходил с электрички, всегда встречал. За людьми смотрел. Потом он себя взомнил, что он женщина. А он накрашенный, глаза накрашенные, ногти, кольца и серьги. Споги женские стоптанные, косолапые. Вот он ходил в лосинах всю зиму. Оно, все его зовут Оно. Мужик работать должен, а не красятся, и не бегать не знаю куда. Я хочу быть девочкой. Я говорю, а почему, Женя? Вот оформлю документы и уеду за границу. Я говорю, поезжай хоть куда, я тебя искать не буду. Спасибо. Продолжение следует...